Приветствую вас из студии общественного телевидения Донбасса в Мариуполе. Меня зовут Юлия Диденко. Сегодня в программе «Неделя Донбасса» говорим об основных событиях из жизни нашего региона, которые произошли за минувшие 7 дней. В нашем выпуске вы узнаете о следующем. Комитет Верховной Рады не принял проект лишения гражданства за сепаратизм. Мы берем человека, он уже там отсидел, не отсидел, или что с ним происходит, он самый страшный преступник, но он украинский гражданин. У него нет другого паспорта. Мы лишаем его украинского гражданства. У меня очень простой вопрос. Куда он девается и что мы с ним делаем? Его же куда-то, он же живой человек, Валера, расстрелять тут же надо. Премьер-министра Гройсмана призывали открыть глаза на проблемы переселенцев. Сидишь и ждешь, чтобы тебе тарелку супа предложили. Не лекарства купить, ничего. У меня мерцательная аритмия, а я на валидоле. У меня нет денег. В Торецке после митинга против украинских военных начнет работу группа военно-гражданского сотрудничества. Торецк упущен, реально. Упущены. Информационная пустота. Население не понимает, где оно находится. То ли на Украине, то ли она вообще что-то поддерживает. Рубрика «Я и Донбасс». Как выпускникам с неподконтрольных Украине территорий без внешнего независимого оценивания и украинского аттестата поступить в ВУЗ? Работы у нас не было. Учеба, ЛНРовские дипломы, ну, сами понимаете, что-то никуда не действительно нет. В Украине пока не будут лишать гражданства за сепаратизм. Проект закона отправили на доработку. По каким вопросам не сошлись члены Комитета Верховной Рады по правам человека в первом сюжете? Проект закона, который позволит лишить украинского гражданства за преступления против основ национальной безопасности Украины, 13 июля отправили на доработку. Проект рассматривали на заседании Комитета Верховной Рады по правам человека. Принять проект закона и отправить его на рассмотрение Верховной Рады требовал один из его авторов, депутат от Народного фронта Юрий Береза. Береза считает, что данный закон поможет забрать власть у депутатов, которые разделяют пророссийские идеи, а также уменьшить количество сепаратистских настроений в обществе. Это их принцип жизни. Это пятая колона. Это не опозиция. Это организация, которая является пятой колоной. Это про них. И потому, чтобы унеможливать, например, мое глубокое переконание, присутных их, таких, ну, ось, особей, я не знаю, это не люди, чтобы унеможливать их присутствие в наступной Верховной Раде, вот все же таки этот закон нужно принимать. Это в первую очередь для таких шуфричев и всех других. Вбивание украинских граждан, проведение так называемых парадов, перемоги, которые проходили, например, в Донецке, за это будет не только криминальная ответственность, а будет подбавление гражданства. Я думаю, что таких случаев, ну, набагато поменьше. Его поддержал заместитель министра по вопросам АТО и переселенцев Георгий Тука. Я абсолютно поддерживаю позицию пана Березы, чтобы подбавление граждан, зрадников быть, что не делать. С Березой были несогласный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович и депутат блока Петра Порошенко Рифат Чубаров. По их мнению, принятие такого закона может добавить новых проблем. Мы берем человека, он уже там отсидел, не отсидел, или что с ним происходит, он самый страшный преступник, но он украинский гражданин. У него нет другого паспорта. Мы лишаем его украинского гражданства. У меня очень простой вопрос. Куда он девается и что мы с ним делаем? Гражданство – это такой усталенный правовый связок между державой и гражданином, человеком. Если мы в него забираем один из элементов этого связка, мы должны сказать, что мы должны делать дальше. Что делать с ним дальше, тут уже вопрос было. Что делать с его владельцем? Глава Комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря заявил, что данный проект нарушает некоторые базовые права человека. Я, кстати, уверен, что Комитет с вопросом европейской интеграции также не пропустит этот закон, оскорее он в случае, если мы будем принимать, порушить обязанности Украины. Активисты Бахмута продолжают бороться за переименование улицы 60 лет образования СССР в улицу имени героя Украины Дмитрия Чернявского, парня, который был убит 13 апреля 2014 года на проукраинском митинге в Донецке. 12 июля Артемовский горрайонный суд отменил решение местных депутатов. Судья Сергей Букрей решил, что улицу 60 лет образования СССР в улицу освободителей Донбасса переименовали с нарушениями. Ранее местные активисты уже говорили о фальсификациях во время сбора подписей жителей в пользу названия освободителей Донбасса. По словам руководителя организации Бахмут Украинский Сергея Гончарова, во время переименования 45 улиц города местным депутатам не дали ни одного обоснования, не появились обоснования и во время суда. Теперь местные активисты продолжают бороться за переименование улицы 60 лет образования СССР в улицу героя Украины Дмитрия Чернявского. Сегодня в Бахмуте первый раз аплодировали судье проукраинские активисты. И это не может не радовать. Теперь дело остается довести до магического завершения, а именно повлиять на решение сессии, признать или внять просьбам общественников, дабы перевинать улицу 60-летия образования СССР в улицу героя Украины Дмитрия Чернявского, которая погибла в наших глазах в марте 2014 года. И теперь мы будем идти дальше правовым путем. Будем опять выносить свое предложение по Диме Чернавскому, по улице. Будем апеллировать к общественности, к украинской общественности. Днепроукраинский нас не интересует, потому что им тут плохо жить, значит они не будут жить на этой улице, они переедут туда, где им больше нравится. А украинским городом Бахмут станет только тогда, когда в нем будет улица имя героя Украины Дмитрия Чернявского. В Киеве под стенами кабинета министров организации, которые помогают внутренне перемещенным лицам, призывали премьер-министра Владимира Гройсмана открыть глаза на проблемы переселенцев. Там побывала Виолетта Тарасенко. 20 июля в Киеве общественные организации, которые занимаются проблемами переселенцев, устроили акцию под зданием кабинета министров Украины. Они требовали встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, для того, чтобы внести правки в последнее постановление в отношении переселенцев. Напомним, что данное постановление усложнило жизнь переселенцам. В частности, многие из них остались без соцвыплат и пенсии. Поэтому мы требуем, как можно быстрее встретиться с премьер-министром, с общественными организациями, которые обеспечиваются внутренне перемещенными человеками, которые имеют пропозицию, как восстановить постановку, как изменять те механизмы, которые были проведены, и как больше не проведены дискриминационных моментов. Заместитель министра социальной политики Виталий Мущенин заявил, что министерство делает все возможное для восстановления выплат и попросил общественников не мешать им. Если вы сегодня мониторите ситуацию, которая происходит в управлении социального захиста, я вас очень прошу, не перескоджать, а допомогать управлением выполнять их задачи. Сегодня очень много вопросов, которые можно на местах решить, снова же таки, благодаря вашим усилиям. Не все были согласны с его словами. Конечно, очень рада, что господин Мущенин предлагает журналистам и активистам помогать в соцзащите. Видимо, у нас мало своей собственной работы. Мы два года закрываем руками ваши дыры. Два года, два года рассказываем, что надо было сделать и как нужно было сделать. Пенсионерка Ольга ранее работала в Луганском областном отделении статистики. Два последних года она проживает в Киеве. По ее словам, она уже несколько месяцев не получает пенсию. Сидишь и ждешь, чтобы тебе тарелку супа предложили. Ни лекарства купить, ничего. У меня мерцательная аритмия, а я на болидоле. У меня нет денег. Мне стыдно просить у родственников. Ну, а знаете как? Не дай бог никому. На оккупированной части у меня трехкомнатная квартира стоит. Туда деньги тоже передаю. Я же боюсь ее потерять. Передаю деньги, чтобы там проплачивали. По данным ООН, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе с начала июля погибли 27 украинских военнослужащих. 123 было ранено. Волонтеры Мариуполя и священнослужители провели в центре города молебен по погибшим. В Мариуполе прошел молебен по погибшим в зоне АТО украинским военным. На площади свободы в центре города собралось около 60 человек. Жители города, военнослужащие, волонтеры. Сегодня у нас погибло 7 наших военных и очень много наших раненых. Из них очень много тяжких партнеров. Повторяло руки, повторяло ноги. Поэтому мы решили сегодня сделать такой молебен за всех погибших наших воинов. По информации Однорог, данные по раненым еще уточняются. Их более 20. Волонтеры получили информацию, что подобные митинги молебны пройдут и в других городах Украины. Почтить память погибших прибыли и военные, располагающиеся в секторе Мариуполь. Хотелось бы, чтобы вы всегда пометали загибших и всегда пометали про тех, кто сейчас стоит на осторожии украинской державы и безусловно сейчас за местом выполняют свои военные. Обычно подобные мероприятия, организуемые волонтерами, представители городской власти не посещают. На этот раз на молебен пришел секретарь городского совета Степан Махсма. Один из участников митинга Анатолий Безручко не смог сдержать свое возмущение действиями власти по отношению к увековечению памяти погибших украинских военных. Немногочисленные, принимавшие участие в молебне, говорят, не могут оставаться в стороне от происходящего. «Якщо маешь совесть, то ты не можешь тут не быть. Думаете, почему так мало людей? Потому что влада весь час людей натравливала друг против друга и завжди тут настраивала против Украины. Завжди так было». «Жалко ребят, которые гибнут ни за что. Обидно за страну, что она не поддерживает. Мир гуляет, рестораны, молодежь гуляет. А ребята молодые в это время гибнут. Обидно. Война должна быть, должна быть война». В Торецке, где две недели назад жители вышли на акцию протеста против украинских военных, начнет работу группа военно-гражданского сотрудничества. В Торецке начали работать двое представителей группы гражданско-военного сотрудничества. Их число планируют увеличить до шести. Об этом рассказал 20 июля в Краматорске начальник группы гражданско-военного сотрудничества Андрей Корабельский. «Торецк упущен, реально. Упущены. Информационная пустота. Население не понимает, где оно находится. То ли на Украине, то ли она вообще что-то поддерживает. «Проводим сейчас с ними какие-то встречи с местными властями, с командованием вооруженных сил. Встречаемся с громадскими девичами, с представителями прессы там и начинаем разъяснительную работу». Напомним, в ночь с 4 на 5 июля жители Торецка заблокировали передвижение вооруженных сил. Как говорят сами военные, до этого случая группа гражданско-военного сотрудничества в Торецке не работала. 20 июля в Славянске продолжили суд по смертельному ДТП с участием милиционера из Горловки Павла Понасюка. Судебные разбирательства длятся уже 11 месяцев. Продолжит Сергей Горбатенко. 20 июля в Славянске продолжили суд по смертельному ДТП с участием милиционера. Напомним, 1 августа 2015 года в Славянском районе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Водитель Шкоды погиб на месте, а двое пассажиров, женщина и ребенок, умерли в больнице. Водитель внедорожника, милиционер Понасюк, скрылся с места ДТП. По версии прокурора, Понасюк был пьян и выехал на встречную полосу движения. Подсудимый все отрицает. Считает себя виноватым только в том, что оставил пассажиров Шкоды без помощи. В суде Понасюк обвинил следователей в халатности и попросил провести независимую экспертизу некоторых материалов дела. В результате внесения недостоверной информации, протокол осмотра места происшествия, к тому же оформленного с нарушениями нормы, предусмотренной статьей 104 УПК Украины, до настоящего времени отсутствуют надлежащие доказательства моей вины, как обвиняем. Имеющиеся доказательства свидетельствуют о перемещении транспортного средства в ДТП, и прокурор, и представитель потерпевших высказались против такой просьбы обвиняемого. Никаких свидетельств, в том числе и те, которые были присутстви безусловно после ДТП на месте зиткнения, те, которые были присутстви под час оформления транспортной проводки, не поведомили про перемещение или перетаскивание будь-якого автомобиля. Судья Елена Ниженцева просьбу подсудимого отклонила. Суд продолжается. Сергей Горбатенко, Славянск, общественная ТВ Донбасса. В Мариуполе подписали меморандум об интеграции переселенцев. Присутствовавший на конференции заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что планируется возобновить пассажирские перевозки с территориями, неподконтрольными украинской власти. Сегодня мероприятие по подписанию меморандума между Агентством ООН по делам беженцев и мариупольской городской властью посетил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Во время общения с журналистами он сообщил, что сейчас в Украине могут внести изменения в порядок пересечения линии разграничения. Слушай, кстати, этот процесс идет вживую. Изменение порядка 415 приказа о порядок пересечения линии разграничения. Также он отметил, что планируется возобновить пассажирские перевозки с оккупированными территориями. Мы планируем, и уже с президентом этот вопрос обговаривали, он нас поддерживает в этой инициативе, возобновление пассажирских перевозок. О проблемах переселенцев говорили не только в Мариуполе. В Киеве медиаэксперты обсуждали стигматизацию внутренне перемещенных лиц со стороны политиков и СМИ. 14 июля в Киеве медиаэксперты обсуждали роль региональных СМИ в социальном давлении между переселенцами и громадами, которые их приняли. Ассоциация «Спильный простир» представила также результаты мониторинга украинских региональных телеканалов, интернет-СМИ и прессы. Эксперты ассоциации отметили манипуляции со стороны СМИ. Мы пометили, что в выборчом процессе переселенцы использовались как объект манипуляции с боку кандидатов. Такой уже не совсем популярной темой стала тема несправжней ВПО, на которой СМИ подчас попередней хвили доставлю активно педалювала, створювала такие негативные материалы щодо переселенцев. Программный директор-детектор медиа Роман Шутов заявил, что в политических ток-шоу часто используется язык вражды в отношении жителей Донбасса. Шутов считает, что такие действия формируют негативные стереотипы в отношении переселенцев и жителей оккупированных территорий. Шутов также рассказал, что сейчас у украинских журналистов нет редакционной политики в отношении. Околоконфликтных тем. Из-за этого между переселенцами и журналистами существует конфликт. Он отметил, что серьезный тонус этому медийному дискурсу могут задать журналисты, которые сами стали переселенцами. Потому что это люди, как правило, социально активные. У них есть своя позиция. Они переконаны. И они переконывают коллеги. И много журналистов в интервью отзначало то, что у кого работают такие люди из Донбасса. Они, как правило, начинают задавать тонус этих вопросов. Президент Донецкой общественной организации «Альянс» Светлана Закревская считает, что стигматизацией переселенцев виноваты украинские политики. Когда выходит министр и говорит о том, что переселенцы – мошенники, как могут СМИ написать по-другому? Они цитируют министра. Когда выходит на нашем круглом столе, выходит, допустим, начальник управления, который работает по соцполитике, и говорит, а вы знаете, какие эти переселенцы, они пьяницы и алкоголики? Журналисты, которые присутствуют на этом круглом столе, задают вопрос, у вас 65 тысяч переселенцев в Краматорске, все из них пьяницы, алкоголики, не хотят работать? Она говорит, ну нет, некоторые есть. В Славянске депутаты и активисты не могут определить сумму, с которой необходимо начинать закупки по системе «Прозора». На этот раз споры разгорелись во время круглого стола. В Славянске продолжается обсуждение системы прозрачных закупок «Прозора». 15 июля состоялся круглый стол, в котором приняли участие активисты, депутаты горсовета, представители городской и обладминистраций. Обсуждение дошло почти до споров в вопросе определения минимальной пороговой суммы, которой нужно давать публичный отчет. Активисты и депутаты наставили на том, чтобы минимальная сумма была в 5 тысяч, чиновники говорили о 10, ссылаясь на распоряжение главы обладминистрации. Область приняла 10 тысяч, мы принимаем 10 тысяч. В решении написано, райдержадміністрации, военно-цивильным администрациям, виконавчим органам міських рад, рад объединенных территориальных громад, структурным подрозделам облдержадміністрации, забезпечить здействие закупивания товара, работа и услуг с использованием электронной системы закупивания, если ценность предмета закупивания до уровня или превышает 10 тысяч гривен. В свою очередь представители общественности указали примеры городов, где уже установлена более низкая пороговая сумма. Другим пунктом, установить нижний порог для проведения электронной закупивали в размере 3 тысячи гривен. Можно я спросить, на что они ссылаются? Мельниця. Вони ссылаются, звучит на статью 42 закону про місцевое самоврядувание в Украине. Громадская живет своим життям, а виконком, начебто при внешнем виду, что он идет на встречу в городе, обещает все, но ничего не работает для этого, чтобы реально сделать какие-то шаги на встречу и выполнять то, что в городе потребует. Чтобы этот закон начался работать у нас, необходимо просто иметь политическую волю. Как получить образование в Украинском ВУЗе, если у выпускника нет ни результата внешнего независимого оценивания, ни аттестата украинского образца? Смотрите сегодня в нашей рубрике «Я и Донбасс». Министерство образования и науки Украины отменило вступительные квоты для выпускников из зоны АТО. Теперь абитуриенты из Донбасса могут поступать в ВУЗы без внешнего независимого оценивания на основе вступительных экзаменов. Помогать молодежи Донецкой и Луганской областей в получении образования будут в специальных центрах. Хотят ли выпускники с оккупированных территорий получить украинские дипломы и с какими преградами им приходится сталкиваться? Работы у нас не было. Учеба, ЛНРовские дипломы, ну, сами понимаете, что-то никуда не действительно нет. Даже на оккупированных территориях их не воспринимали. Иван из оккупированного Алчевска Луганской области приехал в Мариуполь в декабре 2015 года. Дома учился в техникуме, но боевые действия внесли свои коррективы в жизнь молодого человека. В 2014-2015 год, начало 2015-го. Нас и по городу обстреливали. Нас, так сказать, благословенно пронесло. Ребята на водохранились и подорвались тоже, потому что вокруг города те от страху наставили растяжек. Ребята пошли купаться, подорвались. Получить помощь от государства, соцвыплаты для переселенцев Ивану так и не удалось. Спустя полгода в поисках работы и подработок у парня появилась возможность получить украинское образование с помощью одного из специальных центров «Донбасс-Украина». Для нас нет детей Донбасса как-то вот так разделенного характера. Они все для нас, наши выпускники. Хочется, чтобы они имели возможность учиться и имели будущее. Цель создания центра – помочь поступить в украинские вузы, выпускникам 2016 года и предыдущих лет, проживающим в зоне АТО, на неподконтрольных украиней территориях и в так называемой серой зоне. Было бы хорошо, если бы это решение было принято немножко раньше, но и сегодня мы еще не опоздали, сегодня мы еще работаем для нашей страны. Поступить могут даже абитуриенты, у которых нет аттестатов украинского образца и те, кто не смог сдать внешнее независимое оценивание. Вчера у меня спрашивали, принимаются ли на рассмотрение аттестаты, выданные в так называемых ДНР и ЛНР. Мы не принимаем, и в своих предыдущих каких-то выступлениях мы говорили, что мы нацеливаем ребят на государственную итоговую аттестацию, где они могут подтвердить то, что они закончили 11 класс. Для тех, кто готов преодолевать материальные трудности, сложности с оформлением документов и пересечением блокпостов, существует следующая схема. Звычайная процедура. Сдавайте ЗНО ДПА в одну из трех сессий и в травне-червне-липне. Спрощена процедура, без сдачи ЗНО. С 1 липня особисто подайте до освятних центров Донбасс-Украина заяву, освятнюю декларацию и свидетельство про народжение, независимо от века. Складіть ДПА з української мови та історії України. Отримайте довідку у повноваженої школи. Довідка дійсна три месяца, її необхідно замінити на атестат-свідоцтво. Подайте документи для вступу та складіть один вступний іспит. Прийом документів для професійно-технічних навчальних закладів до 31 серпня. Влад приехал сдавать экзамены из так называемой серой зоны. После школы учился в Донецке, но окончил техникум, не увидел дальнейших перспектив, как и многие его друзья. Они расстроены, не хотят получить образование в Украине. Они не хотят, да. Все мои знакомые, все хотят сюда стремяться. Ситуация, скорее всего, накаленная. Морально? Ну и морально, как бы, ну, не хочется просто там строить будущее. Нет перспектив, нет работы, ну, ничего нет. Ну, вот люди сейчас получают диплом, и я получаю диплом ДНР, как бы, это просто, что я в той зоне живу, я могу поступить сюда. А те, кто там, как бы, ну, они, или им путь в Россию, или, ну, как бы, оставаться в Донецке. На время экзаменов всем желающим предоставляют общежитие. Там останутся жить и те, кто станет студентами дневного отделения. По словам ректора по ГТУ, на базе которого работает один из образовательных центров, в похожей программе нуждаются выпускники лицеев и техникумов с неподконтрольных территорий. Вот сейчас на неподконтрольной территории один наш техникум комсомольский. Кроме этого, мы очень тесно сотрудничали еще с рядом техникумов Донецка, Макеевки, Горловки. И по родственным специальностям мы поддерживали очень тесные контакты. Сейчас, в силу вот боевых, так сказать, действий, эти контакты все разрушились, но эти ребята, они обучаются в этих техникумах, обучаются по тем же самым программам. И можно было бы, так сказать, учитывая возможности закона об экстернатуре, можно было бы в рамках непрерывной ступенчатой системы образования, которая есть в Украине, можно было бы их тоже, конечно, брать. Но пока министерство не приняло такого решения, поэтому мы, к сожалению, брать их не можем. В данный момент финансируется работа центра за средства университета. Но, по словам ректора, будущим студентам необходима всесторонняя помощь, материальная в том числе. Об этом говорят и сами абитуриенты. Для того, чтобы учиться научно, надо, по крайней мере, какую-то финансовую базу. Для этого, опять же, надо работать. И очное с работой состыковать очень сложно. Государство повлиять на ситуацию пока что не может. Проблема такая есть. К сожалению, все упирается в неимоверно неповоротливый бюрократический механизм нашего государства. Есть еще законопроект, по-моему, если не ошибаюсь, его подал Мустафа на ЕМ. О том, чтобы ребята с оккупированных территорий могли бесплатно обучаться за счет бюджета государственного, обучаться в тех вузах, которые переехали с оккупированных территорий. Несмотря на то, что теперь даже без аттестата и сертификата внешнего независимого оценивания можно поступить в украинский вуз, на пути выпускников школ оккупированного Донбасса остается множество препятствий. Некоторые даже при желании не могут выехать с неподконтрольной территории. Ребята только закончили школу, получается, паспорта выдают им ЛНРовский. И то, чтобы выехать получить украинский паспорт, надо выезжать с родителями. А родители не настроены выезжать на территорию Украины. Поэтому ребята в таком положении, что как бы хотят, но не могут. Задача государства в сложившейся ситуации – дать выпускникам из Донбасса то, чего они лишены. Возможность, поддержку и надежду на то, что здесь их ждут. Я родился на территории Украины. У меня рожданство украинское идет. Я по национальности украинец. И родственники у меня все, в принципе, с Украины. Почему я должен принимать теперь позицию, что я россиянин, что я за Россию и тому подобное? Это называется навязыванием. Поэтому я категорически к этому против отношусь. И также, я же говорю, большая часть моих знакомых и друзей, они хотят сами выбирать свой путь. Куда им идти, как поступать, где работают, где учиться. Чтобы оставаться в курсе всех событий, которые происходят в Донецкой области, находите страницы наших изданий в социальных сетях. Подписывайтесь на YouTube-канал общественного телевидения Донбасса. А также следите за нашими прямыми эфирами. С вами была Юлия Диденко. Увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова